Молчаливы и очень сосредоточены в каждом туре классической дуэли. 48 участникам мозгового штурма на партию отведен ровно час. Но мальчишки и девчонки 2003 года рождения и младше успевают уложиться раньше времени. У нас произошел в этом году шахматный бум, как говорится. У детей все больше и больше появляется желание играть в шахматы. Но это, наверное, может связывать с матчем первенством мира между Магнусом Карлсоном и Сергеем Карякиным. Серебряный призер чемпионата области, обладатель второго спортивного разряда Тигран Мавсисян из 32-й школы Новоалександровска пытается нащупать уязвимые фланги очередного соперника Александра Ли из школы номер 21. Внука, играющего белыми фигурами, пришел поддержать дедушка. Тоже Тигран. В прошлом профессиональный футболист сборной Армении. Он любит играть в шахматы. Мы тоже любим. Весь семья болеем за героев. С вами собираетесь? Обязательно. Со мной играют, с отцом играют, с компьютером играют. Даже бабушку научили играть, мать, маму. Тигран на ходу 20-м применил скрытый удар. Выиграв фигуру, заставил Александра сдаться. И после шести туров сохранил шанс попасть в тройку призеров, как и его младший брат. Вот мой брат, его зовут Давид. У меня есть еще один младший брат, его зовут Алекс. Наверное, он тоже шахматистом станет. Мне 10, а ему 7. Между тем, лидерство по-прежнему за естественно-математическим лицеем номер 2. За тур до окончания соревнования ребята досрочно обеспечили себе первое место. Основной спор за серебро и бронзу между школьниками развернется в предстоящую пятницу. Мы должны хорошо играть, тренироваться. Сплоченная команда должна быть. Умников и умниц после муниципального этапа ждет областной. А там и до финала международного турнира в Сочи рукой подать. Кстати, на него островитяне отправятся в июне. Лошадью ходи. Нет, тут лучше пешкой походить. Ну и журналистам свойственно ошибаться. Игорь Антипов, Евгений Кириллов, телекомпания ОТВ.